Тренировка плеч в три хода Если вы сыты по горлу стандартными армейскими жимами, боковыми подъемами с гантелями и вертикальными протяжками, используйте эти три упражнения для достижения колоссального роста. Уверен, все любят работать над своими плечами. Тренинг этой части тела почти так же популярен, как и тренировки рук и груди. Но рано или поздно ваша тренировочная программа станет скучной и рутинной, даже если она самая лучшая, по вашему мнению. Вот вам три уникальных движения для плеч, которые вы, возможно, еще не пробовали. Возможно, которые будут бросать вызов каждому пучку ваших дельтоидов и стимулировать их рост. Жим гантели одной рукой стоя. Вы когда-нибудь видели соревнования по силовой атлетике? Стронгмен, где спортсмены выполняют силовой подъем тяжелой гантели на грудь и жим. Это примерно то, что вы будете делать первым упражнением. Вам, конечно, не нужно будет с каждым новым повторением брать гантель на грудь с пола. Вам остается только выполнять жим над головой стоя. Сначала одной рукой, затем другой. Поднимите одну гантель на высоту уровня плеча. Держите ее нейтральным хватом. Ладонь обращена к вам. Локоть расположен прямо под запястьем. Используйте другую руку, чтобы держаться за спинку, наклонной скамьи или стойку для дополнительного баланса. Удерживая гантель, также нейтральным хватом на выдохе, выжмите вес над головой полностью, выпрямляя руку. Затем медленно и подконтрольно отпустите вес до уровня плеча и повторите движение. Как только закончите все повторения одной рукой, опустите вес на пол. Возьмите ее другой рукой и выполните такое же количество повторений с той же техникой. В этом упражнении выполняйте по 6-8 повторений за подход каждой рукой. Но если можете легко выполнить 8 повторений, добавьте веса. Хотя вам и не нужно жертвовать техникой выполнения движения. Все же всегда подталкивайте себя к тому, чтобы понемногу увеличивать вес снаряда, если хотите, чтобы мышцы плеч росли. Как только закончите подход, отдохните 2 минуты и приступайте к следующему подходу. Боковой подъем гантели одной рукой, лежа на наклонной скамье. К настоящему моменту ваши плечи отлично нагружены мощным силовым упражнением. И это хорошо, потому что следующее будет менее энергозатратным, но не менее эффективным. Боковые подъемы гантели требуют фокусировки на правильной технике, а не грубой силовой работы, чтобы активировать работу плеч. Выполнение подъема гантели, лежа боком на наклонной скамье, кладет нагрузку в боковые дельты и заставляет задние пучки работать вторично. Оставьте свое эго у входа в зал, потому что импульс будет действовать против вас, и вы не можете обманывать свое тело и чидинговать. Ложитесь боком на наклонную скамью с гантелей. В верхней руке ладонь развернута вниз. Держите другое плечо, прижатое к скамье под наклоном. Все время, пока работайте верхней рукой, поднимая гантель до тех пор, пока ваши костяшки не будут направлены к потолку. Медленно опустите вес, не касаясь гантелей ног, и повторите движение. Как и в предыдущем упражнении, здесь вы также работаете сначала одной рукой, затем другой в одном подходе. Это поможет с балансом сил, а также и с симметрией плеч, которые вы не получите из упражнения, где задействованы обе руки одновременно. От этого упражнения вы ощутите сильное решение в мышце, но все равно не ускоряйте движение. Как бы больно не было, терпите. Тщательная проработка даст вам отличный памп, и рост которой вы ищете. Отработав оба плеча, отдохните в течение одной минуты и приступайте к следующему подходу. Тяга хэйни с гантелей – одно из мощных упражнений старой школы бодибилдинга. Название по имени своего изобретателя, восьмикратному обладателю мистера Олимпия Ли Хэйни. Упражнение нагружает не только задний пучок дель, но отлично прорабатывает трапециевидные мышцы. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!